всем привет друзья с вами я denis давыдов по многочисленным вашим просьбам которые я видел в комментариях прошлых видео показать росси карабин но я думаю многие вообще даже не понимают о чем речь о россии это вот что за аппаратик на этот раз курс не сплоховал и дал из боевого то есть это реальный карабин из боевника сделан он в бразилии но я думаю многие видят вот 45 калибр типичный кольтовский то есть это очень массивная пуля да вы знаете 45 калибр то есть даже посмотрите тут ствол он толстый толстый он нарезы там видны потому что пуля огромная тоже 11 45 миллиметров 143 вот и в свою очередь вот этот предмет ну я думаю вы прекрасно видите что он вам напоминает а он напоминает еще 19 век это 1873 год винчестер да с заряжанием соскобой генри то есть вот так вот заряжается карабин и разумеется это для любителей того дикого запада в странах там да но как я понимаю то есть вот эти карабины в ограниченном количестве были завезены в россию с бразилии но и какое-то количество небольшое взяли потому что вот именно вот этого карабина охолощенного тираж там три штуки их ряд подборку взяли россии которые разной длины но я себе взял вот такой который вот граненый ствол что он красиво есть еще круглые длины разные ну вот мне нравится такой коротенький как карабин мосина да даже по моему даже и меньше немного посмотрите как тут элитно в общем то все сделано такой достаточно дорогой чехол идет ну паспорт классический правда тут дождя сейчас нами намок что тут интересно вот сертификат кстати что тут интересно в этом аппарате это его очень сложная разборка даже в паспорте когда курс вообще часто говорит и часто показывает как разобрать аппарат никакой разборки тут не там даже написано не надо этого делать потому что у вас будут большие проблемы вы его разберете будет хана не надо думать что тут винтики раскрутил или тем более как калашников что-то снял и и все нет это очень все сложно я постараюсь это снять и показать это действительно очень интересный сложный аппарат выпускается он фирмой taurus ну там на западе в бразилии я имею ввиду и стреляет вот этими вот патронами 545 миллиметров то есть это ппс как вы помните и вы знаете я стрелял уже с этого аппарата и здесь он очень капризный очень капризный потому что даже заряжать достаточно тяжело то есть но он десяти зарядные вот сюда вставляются патроны по очереди и они вот в нижней трубе сюда 10 штук подпружиненные он выталкивает их они сюда встают но не так все просто то ли это из геометрии то ли вообще это капризное оружие очень ни хрена то есть если ты просто вставишь и туда его уже и возможно будет следующий патрон нужно немножко пару миллиметров оставлять об этом в паспорте даже говорится кстати говоря 10 раз мне ни разу не удалось засунуть 10 патронов не 8 не 7 вот 5 это был мой рекорд и это вообще некой такой навык который нужно даже выработать его грамотно зарядить я не думаю что даже десятка получится ну собственно это как в танфоглио да там 10 зарядный магазин а в итоге 6 штук реально чуть даже и 5 где-то стрелять давайте я вам покажу как стреляется смотрите здесь по какому принципу то есть тут заряжается там пружина подаватель он выталкивает и когда ты делаешь вот так патрон поднимается подавателем вот и затвор заходит и патрон загоняет и происходит выстрел здесь находится предохранитель что касается деактива я даже не знаю какой он потому что еще не разбирал ни разу здесь вот в стволе видна втулочка и там тоненький штифтик где там еще какие штифты мне это неизвестно единственно что я разбирал это вот пружину тут смотрел то есть вот здесь винтик скручивается колпачок снимается и там длинная длинная пружина она кстати достаточно примитивно выглядит не как на пм так уверенно и она очень мягкая мне кажется из-за этого идут какие-то проблемы с подаванием давайте сейчас попробую что-то вставить вот как это происходит вот засовываем первый патрон оставляем его чуть-чуть обязательно оставляем потом берем следующий патрон тоже его оставляем оставляем дальше едем 3 4 думаю достаточно я не буду десяток вставлять и я уже их до конца вот до конца вставлю вот он как-то уже тут не очень сейчас посмотрим зарядиться или нет давайте посмотрим что тут внутри при зарядке происходит то есть по идее он выталкивается и подавателем вторым подается раз-два он зарядился все тазовские патроны они недостаточно громкие вот я без ваты без наушников сейчас стрельну в закрытом помещении и скажу вам свои ощущения то есть по громкости микрофон лучше отключить потому что звук при этом будет более гармонично звучать отключая его произвожу выстрел звук из-за того что длинный ствол он ходит куда-то туда и отражение не не больно и сказал все закончилась стрельба какой тут еще интересный момент то что как и у всех тауруса помните было револьвер еще тауру соса из боевого тоже сделан вот такие ключики там были они правда все универсальные тут тоже есть ключик чтоб чужой человек не воспользовался где с помощью где им пользоваться можно а вот тут на курке так же как в таурусе револьвере вот так мы соответственно ключик этот вставляем и прокручиваем все после этого взвести курок невозможно примитивный принцип то есть просто шип выходит и не дает как клин встает но в любом случае вещь полезная правда что касается по поводу прицельной планки смотрите какой здесь нажимаем и вот вот эта штука двигается вот я такого никогда не видим то есть поднимаем саму прицельную планку просто по высоте под ней вот такой вот клинок по высоте поднимается то есть интересно и неудобно и кстати абсолютно неудобно и конечно же ружье интересно вот сейчас попробуем его разобрать она красивая очень красивая безусловно очень интересное построению внутри потому что нет такой легкой разборки как у современного оружия там 20 века когда просто ты в руками все делаешь да не полный разбор здесь такое невозможно здесь нужно все отвертки нужны все нужно вот так вот полноценно выколотки отвертки молотки разных размеров и ни в коем случае нельзя просто вот взять эти винтики скрутить и типа ты вот все это рассыпется нет она рассыпется все внутри и ты уже очень тяжело будет разобрать снимать полную разборку нужно делать понятие полной неполной разборки здесь я как понимаю нету нужно начать с приклада но сейчас этим мы и займемся горочку начнем сначала со снятия приклада сейчас вы увидите зачем это делается скручивается вот этот винт приклад снимается снимается очень легко вот он как выглядит и здесь смотрите что мы видим здесь мы видим боевую пружину вот он видите вот он смотрите тут вы увидите еще один винт но это как бы как колпачок заглушка играет роль потому что если мы перевернем он никакой смысловой нагрузки несет здесь некий карман и вот просто крутишь его вам как пробка вытаскивается обратите внимание здесь есть номер а здесь вот дополнительные надпись от курса росси 92 курс и сок калибр 5 45 миллиметров этап 2 переворачиваем карабин на правый бок видим тут 4 винта вот этот самый передник дул его и будем мы откручивать открутили смотрите это простая заглушка колпак здесь просто отверстие обнажилась ничего он не держит что делаем после этого переворачиваем на левый бок и видим что соосно тому колпачку есть отверстие нужно взять выколотку вставить ее сюда и выбить штифт вот этот штифт я его выбил самое такое неприятное что с одной стороны есть такая шершавость с другой стороны и нет соответственно я уже не знаю какой стороной он выпал и не помню как его вставлять вернее об этом не знаю это минус потом от обратно переворачиваем карабин и открываем затвор вот сразу экстрактор при этом выпадает и видите тут такая маленькая деталь к есть вот тоже вот эти все моменты ни в коем случае нельзя потерять сразу ставим сюда в наши накопленные детальки потом вроде по идее вот он выходит скоба наша вот она и держалась сама на прям выпадает щеками вот правыми все это отваливается вываливается тоже нельзя забыть как это было вот скоба как выглядит ставим сюда ну вот это тоже можно снять ведь по идее тоже проходят времена и даже чистить надо они предлагают это к мастерам нести оружейным но я думаю что человек который любит и имеет оружие он не должен пользоваться в таких случаях мастерами только при реальных поломках если мы обратим внимание то есть по идее вот затвор уже может вытаскиваться но это неправда он вроде тут свободно ходит но это сделать невозможно для этого мы делаем следующий чтобы снять затвор я вот эту пружинку накрою полотенчиком чтобы она не вылетела при разборке переворачиваю на правый бок и вот эта ось курка ее нужно открутить откручиваем большой отверткой нежно все нужно делать что какие-то микро царапины могут образовываться переворачиваю чтоб вытащить ось она там очень сильно достаточно пружинит возьму плоскогубцы вот я чувствую что пружина уже очень сильно давит вот благодаря вот ткани она не выстрелила видите вот это все дело как выглядит вот он курок у нас вот он был прижат и соответственно аж давил чтобы его болт этот держал аж вот отсюда как его вставлять я буду назад я немного все это не представляю смотрите я думаю после этого уже можно из затвор вытащить да вот он вот у нас затвор давайте разберемся где у нас тут деактив ну вот пометки со 19 сип попытаюсь я найти какие-то дополнительные теперь заключительный момент который нужно снять это вот подающий лоток вот он он вот и он держится на двух винтах нижних вот эти ни в коем случае откручивать нельзя вот они откручиваем только вот эти два нижних кстати если я возьму вот этот вот штырь попробую засунуть туда где поддаются патроны теперь идет вниз немножко становится ясно почему идут проблемы с подачей смотрите вот и пружина это толкаю слышно отпускаешь резко она возвращается если вот медленно она до конца вон не доходит то есть я на скрипучая такая пружина видите не очень качественная она и выглядит как бы я ее разберу покажу вам не выглядит как-то как с ручки советской помните это тонкие пружинки мне кажется сюда в конец в начале ствола нужно какую-то втулку промежуточную поставить чтобы увеличить так сказать натяжение натяжения пружина и и как бы упругость ну за счет уменьшения ее длины вот и она будет посильнее выталкивать патроны посильнее это нужно давайте скрутим вот я открутил два винтика симметрично здесь здесь и теперь можно подающим механизм вытащить вот так выглядит он видите и он имеет тут некую наварку здесь мне кажется эта часть деактива то есть затвора соответственно что-то вырезали а может быть это из-за того что длина патрона другая 45 калибр может длиннее хотя нет вряд ли наверное это момент деактива если мы возьмем затвор а ну да вот здесь видите такая дуга вырезана так она и есть вот все что это ты полость здесь было видно очень много металлических опилок то есть тут когда вот деактивировали пилили это кстати все способствует торможению это же как песок по сути до металлические сейчас мы только что под давлением там одной атмосферы все это выдули оттуда смазано все красивенько я заглянул ствол по цветам но тут не получится наверное это снять и там три штифта значит по какому принципу они находятся вот здесь где-то вот так и один перекошенный крестом как кресту так стоят два ну и соответственно у ствол у дульного среза еще один я пожалуй сниму сейчас цевьё и посмотрим что там видно вообще вот может там видно как это вот сварка штифтов и другой момент который хочу сделать это снять подающий механизм вот этих патронов может там тоже этот металлический песок именно из-за него и происходит вот задержки подачи этих патронов потому что он тормозит как бы вот вот сейчас из поставила и подаватель он там застрял застревает иногда не понимаю почему вот столько миллиметров не доходит слабенькая пружин попытался я снять как-то цевьё вот эту вот чашечку скрутили два винтика вот здесь потом выбили тут видно что вот и вы убивали или устанавливали прям царапины длинные такие то есть то ли или надевали это кольцо то ли его снимали когда его тут видно к дереву что вот его подбивали внутрь но все тут короче если это цевь и снимать тут у меня просто все будет в зазубринах она тут в чашке находится ну как цевьё вот автомата калашникова ну невозможно короче надо все это обратное надену сейчас и тогда вот подающую пружину вот эту вытащу покажу вам как снимается пружина вот тут вот удульного среза внизу этой трубки вот внизу есть шуруп его выкручиваем причем у него нарезка идет только у основания все остальное это просто ось смотрите вот видите колпачок выбрасывается и вот эта пружина которая говорил пружина на видите такая хлипкая такая никакая с какой-то элементами ржи вот мне кажется сюда нужно какую-то еще прокладку положить но очень слабая упругость или вот и тут идет еще внутри трубка алюминиевая вот и в ней идет вот вот этот вот колпачок подающий он из стали сделан то есть то ли нужно тут смазать еще сейчас посмотрим короче то ли тут тоже в опилках смотрите друзья я понял несколько моментов то есть я вот эту пружину вытащил там с трубкой алюминиевой я понял самый главный момент в жизни у боевого ружья никакой алюминиевой трубки быть не должно ведь кольтовские патроны они шире чем вот этот патрон и разумеется чтобы сузить нужно поставить как бы втулку трубу до более меньшего диаметра они туда поставили алюминиевую трубку и вот эту безобразную пружину мягкую она там тоже быть не должна поэтому когда он острие трется о пружину возникает царапина царапается возникает микро к бугристости соответственно это возникает сила трения сразу все и нарушается обратная подача для этого нужна конечно в идеале была стальная трубка но стальная трубка дороже как вы понимаете или латунная хотя латун тоже мягкая но короче вот тут есть недочеты вообще не зря очень капризное ружье я думаю что проблему с царапанными естественно решит вот очень упругая пружина как вариант можно взять две такие гильзы поставить их сюда они роль прокладки сыграют и по крайней мере 8 патронов уже будут более так сильнее выталкиваться правильно что пружина как бы будет сильнее давить возвратно вот но я попробую это сделать вот сейчас после того как я соберу я не буду собирать на камеру обратно карабин вот со всех этих деталей вы видите их просто дохренище все в обратном порядке понятное дело я потом вам просто расскажу как сколько я потратил время у часа соберу засеку сколько время потратил и соответственно вставлен вот 2 2 патрончика туда посмотрю можно ли там 8 патронов после этого зарядить будут ли они штатно заряжаться и скажу свои впечатления после всего поэтому погнали друзья погнали все я закончил сборку она заняла где-то около часа очень много моментов было сбиванием обратно штифтов штифта вот этого 1 поэтому но все это интуитивно делать то есть показывать это на камеру я думаю смысла не имеет это очень длинное видео появится ну нудная поэтому это самому все делать и принцип то понятен все в обратной связи так в итоге я как и хотел я засунул сюда патрон гильзу вернее и пружина это более стала давить сильнее на подаватель поэтому мне удалось засунуть уже 8 патронов я его сейчас уже зарядил сюда зарядить дальше уже как я вам говорил невозможно поэтому он заряжен начнем стрельбу попробуем он восемь патронов отработает погнали стрельба друзья закончена что я могу сказать 80 процентов патронов от стрелян работает да вот тут это мазбеков этот момент что касается советов и о том что ружье не должно разбираться это полностью надо игнорировать потому что там все в мусоре было все в опилках даже я оттуда достал такое что мешало прям чешую металла вот она с фрезеровки видимо когда деактив делали поэтому обязательно надо уметь это и правда интересно его разбирать правда интересно правда нужно вот это вообще стояк мне помог конкретно так как обязательно должен быть человек конечно не неженка должен все это умеет делать ну ведь это очень интересно поэтому ружье must be have и конечно мало кто его будет иметь все-таки редко я довольна что я ее разобрал что спасибо вам кто рекомендовал мне в обзор пустить этот предмет правда он очень интересный поэтому ставьте лайки обязательно подписочки колокольчики до новых встреч с вами был я денис давыдов пока кстати момент о том сколько стоит извините стоит этот предмет 78 тысяч рублей прилично и